В седьмом классе мы с вами познакомились с лаптой, старинной русской командной игрой с мячом и битой. Давайте рассмотрим, как выглядит бита и какими мячами играют в лапту. Бита должна быть цельнодеревянной, без дополнительной обмотки, длиной 60-110 см, диаметром 5 см, диаметр рукоятки биты не менее 3 см, длина рукоятки не более 30 см. Конец рукоятки имеет утолщение, обеспечивающее безопасность при проведении ударов по мячу. Каждый игрок может пользоваться индивидуальной битой, соответствующей размерам. Игрокам в возрасте до 12 лет разрешается пользоваться плоской битой длиной 80 см, шириной 6 см и толщиной 2 см. Запрещается играть бейсбольными и софтбольными битами. Вес биты не должен превышать 1,5 кг, плюс-минус 50 г. Играют в лапту теннисными мячами, длина окружности которых 20 см и вес 60 г. Игровая площадка представляет собой прямоугольник, имеющий твердую поверхность, размером 40-55 метров в длину, 25-40 метров в ширину. Игровая площадка размечается хорошо видными линиями. Ширина линии разметки 8 см. Линии, расположенные по длинным сторонам площадки, носят название «боковые линии». Линии вдоль коротких сторон – линии дома и линии кона. Поле должно быть окружено свободной зоной. За линией дома 5-3 метра. За боковыми линиями 10-20 метров. За линией кона 20-40 метров. В 10 метрах от линии дома проводится контрольная линия, которая образует штрафную зону. Штрафная зона представляет собой прямоугольную площадку размером 10 метров на 25-40 метров, необходимую для определения действительности удара по мячу. То есть удары действительны, если мяч при прочих условиях не попал в штрафную зону. Площадка очередности предназначена для ожидания игроками очередности удара по мячу. Пригород – это место, откуда совершаются перебежки игроками, выполнившими удары по мячу. Площадка подающего расположена в центре линии дома. Ширина площадки 3 метра. В центре на расстоянии 50 см от линии дома диаметром 50 см чертится круг подачи. Существует много вариантов игры в лапту. Давайте рассмотрим некоторые из них. Вариант «Ярославская лапта». Вариант древнерусской игры, модифицированной в Ярославле и представляющей собой особую версию со своими правилами. Основные отличия от официальных правил Федерации русской лапты. Совершать перебежку может только игрок, сделавший удар по мячу. Команды соревнуются не на время, а на счет – до 6 очков. Игра ведется смешанными командами – трое юношей и две девушки. Игра ведется плоской битой лаптиной. В отличие от русской лапты, где удары совершаются битой круглого сечения. Имеется также ряд нюансов, делающих игру менее динамичной, но требующей от игроков большего индивидуального и командного мастерства. В Ярославской области общественные организации «Молодежный совет города Ярославля» регулярно проводят соревнования по ярославской лапте. Вариант переменки. На площадке проводится черта. За эту черту становится двое из играющих. Один из них подающий подбрасывает мяч, а другой отбивает его лаптой. Остальные участники игры, стоя в разных местах, ловят мяч на лету. Тот, кому удается поймать мяч на лету, идет отбивать его, а тот, кто отбивал, идет отбивать снова. В начале игры можно поставить условие, что игра считается законченной, если один из играющих набрал 10 очков, то есть 10 раз отбил мяч так, что его никто не поймал. Если игроки в поле поймали отбитый мяч с лету, то происходит смена команд. Вариант чиж. Для игры требуется чижик. Круглая палочка длиной 10-15 см и диаметром 2-3 см, заостренная с обоих концов. А также лапта. Дощечка длиной 60-80 см. Один конец которой обтесан, чтобы было удобнее держать в руке. На площадке чертят квадрат от 0,5 до 1 метра. Чем больше площадка, тем больше квадрат. На середину квадрата, дома, кладут чижик. Один игрок бьющий, остальные ловчие, которые отходят к краю площадки и встают в цепочку по одному, договорившись, кто за кем будет ловить чижик. Бьющий ударяет ребром лапты по концу чижика, заставляя его взлететь в воздух. А вторым ударом старается отбить его подальше в поле. Ловчий старается поймать чижик. Если это ему удается, то он получает 1 очко и право быть бьющим. А прежний бьющий становится в цепочку последним. Если же ловчий не поймал чижик, то он должен с места его падения забросить чижик в дом, а бьющий отбивает его лаптой. Если ловчий забросил чижик в дом, то получает 1 очко. Если нет, то бьющий опять подбивает чижик и отбивает его в поле. А ловчий опять ловит. Вариант «Ростовская лапта». Этот вариант игры был придуман в 2006 году в Ростове-на-Дону и имеет 3 главных особенности, направленных на улучшение степени командности игры. В поле действует правило трех шагов. Игрок, получивший мяч в поле, может делать только 3 шага с мячом, затем должен либо бить, либо дать пас другому. В случае, если сделано больше трех шагов, игрок обязан положить мяч на землю и взять его вновь может только другой игрок команды. Из-за этого правила ширина поля составляет 10 метров. Счет идет не по времени, а до фиксированного числа, до 25 очков. Открытые игры в этом варианте проводятся в неофициальном статусе уже 10 лет, пользуясь популярностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!